Капитальный ремонт крыши Барнаульской пятиэтажки закончился увечьем для одного из жильцов. Когда Андрей Казаков поднимался по подъезду, увидел искрящий щиток. Чтобы предотвратить пожар, попытался его обесточить. Замыкание произошло из-за проливного дождя. Виной всему ремонт кровли. Рабочие не накрыли крышу полиэтиленом и вода залила практически все квартиры. Сейчас дом обесточен. Жильцы второй день без электричества. Место, с которого капает, то есть здесь была люстра, висела. Она упала и разбилась в дребезги. Пришлось ее просто утилизировать. И сейчас капает, не прекращаясь. Ночью где-то в три часа, когда убирал воду, здесь была струя. То есть не капало, а конкретно была струя. Можно было, грубо говоря, принимать душ. По словам Романа, вода лилась прямо из люстры. За ночь слил с десяток тазов, каждый не меньше 15 литров. У другой жительницы Людмилы Григорьевны вода огромным пузырем скопилась внутри натяжного потолка. 69-летняя пенсионерка год назад сделала ремонт в своей квартире. Вот со вчерашнего дня вот все эти тазики, что есть, то подставляем, вжимаем. И вот тут вообще не знаю, что делать. Оно продолжает все провисать, провисать, провисать. Я скоро купаться буду. Капитальный ремонт кровли начался меньше месяца назад. Крышу разобрали, а защитное покрытие не установили. Когда жители намекнули о смене погоды, подрядчики ответили. Синоптики обещают осадки весь месяц, но их до сих пор нет. А работа осталась всего на два дня. Именно в эти дни ливень и хлынул. Работа на вашей крыше велись согласно графику. Все ожидаемо было, все прогнозируемо. Дождь его передавали. То есть никто не отказывается, что да, виноваты, затопили. Не успели залить стяжку. Сейчас на крыше целлофан, но крыть ее начали только на третий день дождя. До этого она оставалась полностью незащищенной. Теперь работу можно будет продолжить, только когда наладится погода. Тем временем в доме работает экспертная комиссия. Специалисты ЖКХ и представители района и администрации оценивают причиненный ущерб. В акты включат и компенсацию за испортившиеся продукты, ведь электричества в доме до сих пор нет. По договору подрядчик должен предусмотреть погодные условия и как-то в меру возможности защитить имущество жильцов. Дождь, сами видите, какой был очень сильный. Почти двое суток шел пролив над дождем, поэтому не всегда имеется возможность избежать затопления. Пострадавший Андрей Казаков намерен обратиться в прокуратуру по факту причинения вреда здоровью. Возмещать ущерб подрядчик планирует по договоренности с жильцами, либо деньгами, либо ремонтом за свой счет. Крайний срок устранения последствий потопа до 10 июля. Сергей Никитин, Вадим Быстревский. Новости.